Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Вопрос с пристрастием» в студии Оксана Антоненко. Добрый вечер, и Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас сегодня финский правозащитник и журналист Оксана Челышева. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Перед тем, как начнем наш разговор, давайте познакомимся поближе. Мы подготовили на вас досье, сейчас его и послушаем. Оксана Челышева родилась в 1968 году. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова в филологический факультет. Преподавала английский язык в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Заместитель директора закрытого в России и вновь учрежденного уже в Финляндии общества российско-чеченской дружбы. Лауреат премии 2006 года Международной амнистии за журналистику в условиях опасности. Автор статьи в газетах Guardian, Independent Times. Живет в Финляндии, где получила политическое убежище. Совершила несколько командировок в Донбасс, где занималась правозащитной деятельностью. Все верно в досье, все правильно? Да, абсолютно. Вы у нас были несколько месяцев назад, тогда вы только что вернулись с территории Донбасса, и затем вы опять туда поехали, и буквально на днях вернулись в Хельсинки, а потом приехали в Ригу. Зачем вы снова поехали на юго-восток Украины? Вы знаете, моя первая поездка в Украину, и в частности в Донбасс, в Донецк, в Луганск, которая у меня случилась в сентябре-октябре, она вызвала у меня тяжелую форму депрессии. Я, конечно, написала о том, что я увидела, и рассказала о том, что я увидела в Европарламенте и в Бундестаге Германии, так случилось. То есть вы выступали перед депутатами? Да, да. Но, тем не менее, у меня было ощущение, что необходимо сделать гораздо больше, чем то, что было сделано, потому что я увидела огромное количество людей, абсолютно ни в чем невиновных, которые уже тогда, на тот момент, серьезно страдали. И поэтому, когда случилась возможность поехать еще раз в Украину, и в частности в Донецк и в Луганск, и не только, потому что я была в ряде городов этих двух областей, и в этот раз попытаться помочь конкретным людям, и вообще понять, чем может Европа, чем могут простые люди в Европе помочь людям, Да, я вот ехала в этот раз именно с такой целью. Вы поняли, чем Европа может помочь? Да. В первую очередь необходимо делать все для того, чтобы европейские политики сказали, что новая война а-ля бывшая Югославия на территории Европы неприемлема. А разве они этого не говорят? Пока. Ну, все говорят, лишь бы не было войны. Ну, лишь бы не было войны, да, лишь бы не было войны, это красиво сказано, на самом деле. А что стоит за этой риторикой? Я пока не вижу никаких конкретных действий. Потому что все это время, пока я была, например, в Донецке, они стреляли только один день. То есть это сейчас? Это сейчас, да, это было, то есть не стреляли конкретно 24 декабря. Вот. Все остальные дни стреляли. Насколько мне известно, сейчас в Донецке тоже идут серьезные боестолкновения, которые начались со вчерашнего дня. То есть формальное перемирие, о котором мы говорили, оно не соблюдается? Оно не соблюдается. Оно не соблюдается, и необходимо серьезное усилие для того, чтобы... То есть я сейчас не намерена обсуждать, кто не соблюдает, кто первонарушает, потому что это мы таким образом войдем в сферу политики. Да, есть необходимость, крайняя необходимость увеличения наблюдательных миссий всех возможных международных органов, в том числе ОБСЕ, да, потому что эти вопросы требуют серьезного международного внимания. Пока этого внимания недостаточно. А почему, на ваш взгляд? То есть Европа не заинтересована в том, чтобы война остановилась на территории Украины? Так ведь понимаете, в чем дело? В Европе как бы об этой войне ничего не известно. Но об этом же показывают по телевизору, об этом пишут в газетах, в интернете, в том числе и в европейских. Очень мало. Очень мало. Все равно недостаточно. То есть Украина не так интересует европейцев, как кажется, отсюда. Да, Украина интересует европейцев в контексте президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А вы, когда выступали перед депутатами в Европарламенте, в Бундестаге, какое отношение вы почувствовали? То есть они были в шоке, они не знали, что так происходит? Или они уже знают, что Путин, априори, виноват? Или вдруг осознали, что надо что-то делать, как-то решать? Или, может быть, все равно абсолютно? Вот как относились политики европейцев? Нет, вы знаете, на самом деле, конечно, люди разные, политики тоже, естественно, по своей человеческой сути являются разными людьми. И поэтому у них могут быть разные позиции, в том числе в зависимости от политических пристрастий. Но вот что я заметила во время обсуждений, во время дискуссии в Европарламенте, это, вот для меня это была серьезная проблема, потому что я увидела, на самом деле, двуличие, лицемерие некоторых европейских политиков, которые на самом деле прекрасно знают, что происходит. Но в публичной дискуссии, когда мне пришлось в этой дискуссии участвовать вместе с заместителем главы миссии ОБСЕ, наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине, и так случилось, что та информация, которую предоставлял Александр Хук европарламентариям, и моя картинка после первой поездки, они абсолютно совпадали. И мы говорили об одном и том же, на самом деле. Так вот, часть европарламентария реагировала на это с сарказмом во время публичной части дискуссии, и в то же время, когда все это закончилось, когда официальная часть закончилась, они подошли ко мне и сказали, ну, Оксана, ну, конечно, вы правы, ну, конечно, вы говорите правду. А в чем сарказм, что смешного, и в чем вы правы? Ну, понимаете, о чем я говорила в Европарламенте? Я говорила о том, что я увидела в бомбоубежищах Донецка. Я говорила о ситуации, которую я увидела в городе Алчевске, Луганской области или в том же Луганске. Когда была организована дискуссия в Бундестаге Германии, буквально было накануне моей поездки в Украину в этот раз, я заметила и не могла этого не заметить, что часть депутатов Бундестага Германии, они прекрасно осведомлены о сути происходящего в Украине. Да, и это были не просто депутаты, это были руководители, например, руководители Бюро по международным делам Бундестага. И они говорили, например, такие важные фразы, как, например, мы с обеспокоенностью следим за действиями некоторых добровольческих формирований украинских вооруженных сил. Эта информация у них есть. Но что идет дальше и что они делают дальше, это уже совершенно другой вопрос. На ваш взгляд, вот все-таки почему, вот какой вывод вы для себя сделали? Почему, скажем, вот эта неформальная часть общения и публичное выступление, почему они расходятся? То есть правда неудобно или что? Правда неудобно. Неудобно кому, если неудобно? Правда неудобно. Надо сказать, что у многих чувствовалось, вот у многих европейских политиков, с которыми мне пришлось общаться, чувствовалось такое недоумение. Ну как же так? Ведь то, что вот мы тоже, они говорят, мы тоже не ожидали, во что выльется вот этот вот революционный такой восторженный порыв народных масс к Европе, к демократии. И вот сейчас такое состояние, я чувствую, это в какой-то мере недоумение. А что дальше делать? А как реагировать на это? То есть получается, что это какое-то чувство вины в какой-то степени? Мы поддерживали, получилось так сначала, как хотели, а потом это все вышло из-под контроля? Да, потому что, например, даже в публичной части дискуссии, как бы я могу открыто об этом говорить, в Европарламенте, потому что тем более есть все на сайте Европарламента, депутат от Германии Ребекка Хармс, которая выступила тогда организатором этих слушаний по Украине, в ответ на информацию, предоставленную мной и Александром Хугом, официальным лицом ОБСХ в Украине, она ничего не могла сказать против, она только сказала единственное, но ведь давайте смотреть, кто начал, а начал Путин. Нет, давайте смотреть, вот что сейчас с этим делать, потому что сейчас на Донбассе голодают люди. На ваш взгляд, что должно случиться, чтобы европейские политики, немецкие или любые другие решили все-таки вмешаться каким-то образом? Не знаю, деньгами помогать, какой-то гуманитарной помощью или политически участвовать, что-нибудь? Ну, вы знаете, после официальной части дискуссии Ребекка Хармс подошла, вот когда она подошла ко мне с признанием, что она верит тому, что я говорю, она, например, пообещала неофициально, да, что она обязательно будет говорить с Ангелом Меркель, и обязательно Германия осуществит вот все возможное для того, чтобы состоялся немецкий гуманитарный конвой именно на восток Украины. Мне кажется, или вы не верите? Ну, пока это, пока, как бы, пока ничего нет. Но на ваш взгляд, что должно случиться, чтобы действительно вмешались? Нет, хотя, на самом деле, я должна отметить, что, например, та же Германия сейчас выделила достаточно серьезные средства на строительство такого сборного городка для переселенцев в Харькове. Но дело в том, что количество, а в Харькове это прифронтовой город сейчас, и это первый крупный город, в который многие люди приезжают с Донбасса, и они там оседают, поэтому количество беженцев или там переселенцев, перемещенных лиц в Харькове, ну, несколько сотен тысяч человек. И вот мест в этом немецком сборном городке, да, на 300 человек, насколько мне известно. То есть это капля в море, по-моему, что... Да, но на эти 300 мест уже 4 тысячи записавшихся в очередь. Поэтому это действительно капля в море. То есть когда я говорю о том, что помощь идет, но ее недостаточно, то есть нужно иметь в виду, что мы говорим о количестве нуждающихся в помощи, ну, порядка 7 миллионов людей. Поэтому в любом случае вот эти вот мизерные капли, да, какой-то помощи, которая приходит в том числе из Европы, да, они, конечно, не решают ситуацию. Ну, например, вот в Луганске есть дом-интернат для детей-сирот. Там сейчас нет тех сирот, которые жили там раньше. С октября туда стали собирать детей, у которых опекунами являются бабушки-дедушки. После окончательного блокирования всех банковских операций на Донбассе указом Порошенко, да, бабушки-дедушки и все остальные опекуны, как, впрочем, эти дети, не получают никаких социальных выплат. В результате бабушки-дедушки не могут прокормить этих детей. Так вот для того, чтобы решить сейчас хотя бы как-то эту проблему, вот с конца октября в Луганске начали собирать детей из таких семей и предоставлять им убежище вот в этом же доме-интернате на год. Это хотя бы как-то, ну, это не только дети из Луганска, там были дети из городов, из области, которые оказались в такой ситуации. Но все эти дети полностью зависят только от гуманитарной помощи, которую им предоставляют и которую, на самом деле, нельзя запланировать. Да, вот сегодня привезли два мешка картошки, завтра или послезавтра этой картошки могут и не привезти. А кто сейчас оказывает гуманитарную помощь? То есть это российские колонны, которые идут, или еще кто-то? Вы знаете, я сейчас очень серьезно разбиралась с этим вопросом, и это, конечно, факт, да, что большее количество гуманитарной помощи туда идет, конечно, из России, причем это речь идет не только об официальных гум-конвоях. Что бы там ни говорили, но официальные гум-конвои все-таки доставляют гуманитарную помощь. Это не оружие, не какие-то части боеприпасов, о чем мы достаточно активно говорили в самом начале этой миссии. Ну, вы знаете, насколько мне известно, все-таки все эти утверждения остались только утверждениями, не более чем. Так или иначе, вы можете подтвердить, что вместе с этими конвоями, по крайней мере, тоже, в том числе, приходит и гуманитарная помощь. Да, потому что мне не официальные лица, скажем так, а просто люди, которые получили эту помощь, говорили о том, что, например, они смогли застеклить свои дома с выбитыми стеклами в результате обстрелов, потому что вот эти официальные гум-конвои привезли стройматериалы, и они получили эти стройматериалы из этой помощи. Но при этом, например, в том же Луганском доме для детей-сирот мне директор сказала, что там тоже были все, большая часть стекол разбиты, но они не стали просить помощи у официальных лиц, потому что им помогли, например, родители тех детей в Канаде, которые в свое время усыновили, удочерили детишек из этого дома-интерната. То есть они, узнав об этой проблеме, просто прислали им деньги, на которые они купили стекла и застеклили окна в своем интернате. А каким образом они смогли прислать деньги, учитывая, что не работают переводы? Нет, нет, тогда это было все-таки Луганск, обстреливали июль-август, да, и поэтому, а банковские переводы вообще... Тогда еще приходили. Да, да, то есть там все это было заблокировано только вот в ноябре. Давайте прервемся на новости рекламы, а потом вернемся и продолжим. Правозащитник и журналист из Финляндии Оксана Челышева, гость нашей программы сегодня, не переключайте, мы скоро вернемся. Мы продолжаем, это программа «Вопрос с пристрастием» в студии Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. И в гостях у нас сегодня журналист и правозащитник из Финляндии Оксана Челышева. Давайте начнем эту часть передачи с того, как проходит быт, в общем-то, жителей Донецка и Луганска. Насколько я понимаю, пособия не платят, пенсии не платят, большинство предприятий, скорее всего, тоже закрылись коммерческих. Как происходит оборот денег? Вот чем люди расплачиваются за продукты, за, не знаю, там, коммунальные услуги, если вообще такое происходит? Вы знаете, вот выяснилось, что в Луганске все-таки за коммунальные услуги люди платят. За электричество пока еще не платят, потому что у них нет квитанции, как мне объяснили, но вот все остальные выплаты, например, женщина, у которой я жила в Луганске, да, она сделала вот за декабрь месяц. То есть жилье отапливается? Дело в том, что вот единственная проблема, которой нет в Луганске, это проблема с отоплением жилья, там действительно тепло в домах. То есть там во многих домах выбито стекла до сих пор, но при этом там отопятся? Ну, они уже, люди на самом деле живут там, пытаясь решать проблемы сразу. Вот это меня тоже поражало и в Донецке, и в Луганске. То есть они не будут ждать, когда там кто-то что-то сделает, а как только стекла выбиваются, их пытаются все-таки как можно быстрее вставить. Меня в этом отношении Донецк поразил, да, потому что мы ехали с местными волонтерами и развозили наборы с гуманитарной помощью жителям Октябрьского района, который, это очень тяжелый район Донецка, где постоянно обстрелы до сих пор. И водитель нашей машины свернул на какую-то узенькую улочку, сказал, а вот в августе по ней невозможно было проехать, все было разбито минами. Я говорю, извините, а как же вот, вот сейчас-то мы едем, и сейчас как бы она не разбита, когда вы успевали залатать? Он говорит, ну вот когда было перемирие, тишина, то есть люди выходили и сразу все как бы чинили. Вот это так, да, потому что я была поражена в Донецке, увидев огромное количество коммунальщиков, да, на улице города, которые что-то чистили, что-то ремонтировали. То есть мусор вывозится, все происходит? Нет, в этом отношении, как бы в моем родном Запорожье ситуация была гораздо более трагичной, да, потому что я там коммунальщиков не видела вообще. Несмотря на заносы, да, несмотря на заносы, метели, ураганы. Вода есть, электричество есть, отопление тоже есть, я так понимаю, и люди за это, за все платят. С каких денег они за это платят, если нет ни пенсии, ни пособий, и, в общем-то, частный бизнес наверняка тоже не процветает? Во-первых, они только-только начали платить. Во-вторых, деньги сейчас появляются, несмотря на то, что Киев отрезал бюджетников и пенсионеров от всех выплат. Но были, например, одноразовые выплаты материальной помощи пенсионерам. В Донецке это, вообще-то, было осуществлено три раза, насколько мне известно. Были такие же выплаты материальной помощи врачам. А кто это платил? Вот руководство вот этой республики. Откуда они наполняют свою казну, мне неизвестно. Вот механизм абсолютно непонятен. Я могу только предположить, о чем я тоже писала, что так как в Луганске я видела грузовики, ни один, ни два, наполненные углем, которые ехали в сторону украинских блокпостов, я предполагаю, что какие-то торговые операции все-таки между Донбассом и остальной частью Украины имеют место быть. Потому что все-таки Украине нужен уголь. А кто сейчас реально руководит самопровозглашенными республиками? Потому что в какой-то промежуток времени это не скрывали и ополченцы, и представители муниципалитетов. У них было разделение власти. То есть мэрия Донецка, допустим, живет своей жизнью, обеспечивает какие-то социальные, коммунальные и прочие проекты. Ополченцы живут своей, там обеспечивают порядок, какое-то стратегическое планирование и так далее. Вот сегодня кто реально руководит? Как у вас? Какое ощущение? Вы знаете, я не могу не сказать о том, что очень сильно бросается в глаза, когда приезжаешь из Донецка в Луганск. Ну, как бы из территории одной самопровозглашенной республики на территорию другой самопровозглашенной республики. Потому что это не одно и то же. Ситуация в Донецке, в том числе с вертикалью командования или вертикалью управления, она гораздо более понятна, чем в Луганске. Вообще в Луганской области. В Донецке, например, по сравнению с сентябрем-октябрем, когда я была там первый раз, появились милиционеры на улицах. Вот просто наряды из трех милиционеров, на них написано «милиция», которые обходят центральные улицы города. В Луганске этого как бы нет. Как бы я, понимаете, я сейчас больше фокусировалась именно, точнее только фокусировалась на гуманитарной составляющей, поэтому я общалась с тамошними чиновниками, но это были люди из гуманитарных, из комитетов по распределению гуманитарной помощи. Хорошо, если вернуться к гуманитарному вопросу, банкоматы работают, банки работают? Нет. Как-то можно получить деньги, если, допустим, родственники пересылают? Нет. Система Western Union или какая-то другая? Там ничего не работает, там полностью заблокирована банковская система. То есть эти города и эти области, они в полной изоляции находятся? Да. То есть откуда у людей берутся деньги, кроме вот этих одноразовых пособий? Разные механизмы. Например, пенсионеры пытаются зарегистрироваться в других регионах Украины, и несмотря на то, что они фактически продолжают жить в своих родных городах, но они выезжают, или они передают свои банковские карты каким-то другим людям, и там пытаются снимать эти деньги. С пособиями тоже так происходит? Если они выплачиваются. В этом случае. Какой-то бизнес работает, какие-то зарплаты людям платят, ну, хоть какие-нибудь предприятия есть? Вы знаете, сейчас в Донецке вот в декабре были выплачены зарплаты полностью за ноябрь врачам в больницах и преподавателям. Я также знаю, что также были выплачены зарплаты в размере чистого оклада, например, сотрудникам горно-спасательной службы, которые работают на шахтах. Есть там шахты некоторые. А кто эти зарплаты платит? Насколько я понимаю, Киев к этим зарплатам не имеет никакого отношения. То есть это руководство самопровозглашенных республик? Да, да. Бизнес там какой-нибудь работает? Ну, работают магазины. Опять-таки в Донецке ситуация выглядит чуть более позитивнее, чем в Луганске. Но опять-таки это в Донецке, это в центральной части Донецка. Это там, где есть концентрация журналистов и представителей каких-то иностранных организаций. Я так понимаю, общепит живет, если живет где-то, то в основном за счет вот этих делегаций журналистов? Я думаю, да. В Донецке, конечно, они оказывают помощь, пополняя денежную массу. А интерес к Донецку и Луганску со стороны иностранных СМИ, он спадает, как вы чувствуете? Или пока все еще так устойчиво? Нет, вы знаете, когда я была в Донецке, то я общалась там со своими коллегами из Лондона, из Праги. Были журналисты из России, естественно, с которыми мне меньше пришлось общаться, но все-таки встречаясь в одном кафе, где приходится ужинать, ты не можешь не поздороваться с человеком. То есть журналисты есть, но я бы сказала, что все-таки журналистов из Европы должно быть больше. Тем более, что факт остается фактом, как бы руководство этих республик сейчас не оказывает никакого воспрепятствования деятельности журналистов. То есть журналист там может работать нормально. Проблем с иностранными, в том числе с западными журналистами там нет. Во всяком случае, все журналисты, которых я видела и в первый, и во второй свой приезд из разных европейских стран, они получали свободно аккредитацию и свободно себя чувствовали, и как бы у них не было проблем. Это я говорю только о том, что я лично видела, и о тех журналистах, с которыми я лично общалась. Кафе и рестораны работают в Донецке и Луганске? В Донецке – да. Кто туда ходит, кроме журналистов? Кроме журналистов, я думаю, там есть определенное количество людей с оружием, которые, естественно, туда ходят. То есть это ополченцы? Я не думаю, что большая часть ополченцев может себе позволить. А кто еще с оружием ходит по улицам Донецка? Ну, есть вот какая структура органов безопасности. Есть ополченцы, есть милиционеры, о которых вы упомянули, которые, вероятно, подконтрольны руководителем. И кто еще может носить оружие в Донецке? Ну, я, например, встретила там впервые. Наконец-то я нашла там чеченца. То есть там есть чеченцы? Наконец-то я нашла там чеченцы. Это просто люди, которые приехали, или как, может быть, просто вот эта структура общества вот этих самопровозглашенных республик? То есть любой может купить автомат, ходить по городу с автоматом? Или как там все происходит? Нет, конечно, да. Но, опять-таки, я, еще раз подчеркиваю, да, то есть это не было приоритетом моей деятельности там. Чеченца я встретила, потому что он пришел в одно из кафе, где мы ужинали. Вот. И мы даже подошли с моей коллегой из Лондона и с ним поговорили. И он оказался, он честно сказал, да, что он Тимур из Самашек. А так как я бывала в Чечне, да, то я могла понять, что он реально Тимур из Самашек. А зачем приехал? Не объяснил? То есть какая у него была цель? Он приехал, потому что он доброволец. Причем он мне сказал, да, что он находится там с мая. Очень было забавно, да, он начал говорить о том, что их там, таких добровольцев из Чечни, тысяч. Вот. А на следующий день моя лондонская коллега, она договорилась с этими самыми чеченцами, она попала к ним на базу, которая расположена в районе Донецка, и там оказалось всего-то 150 человек. То есть это небольшое преувеличение. Да, скажем так. По поводу гуманитарной ситуации, с продовольствием, понятно, есть перебои, и во многом, я так понимаю, люди зависят от гуманитарных конвоев, что, допустим, с теми же лекарствами. Есть огромное количество людей, которые не могут без них физически долго существовать. Аптеки работают, врачи работают, то есть какие-то лекарства можно получать? Вы знаете, в Донецке часть аптек работает, но опять-таки есть люди, которые не могут купить лекарства, потому что у них нет денег. А как решается эта проблема? И решается ли она вообще? Добровольцами, скажем так, волонтерами. Ну вот я оказалась в такой ситуации, потому что мы приехали в одно из бомбоубежищ, где уже полгода живут в основном бабушки и дедушки, и они стали жаловаться, у каждой свои диагнозы, они стали жаловаться, что у них нет лекарств. Пришлось быстро составлять список из того, что им нужно. Причем бабушки там со слезами говорили, что ну нет, вы не купите, и вообще никто не купит, потому что эта мазь, например, она такая дорогая, такая дорогая. В результате оказывалось, что мазь стоит в пересчете на евро 4 евро, но для них она была очень дорогой. Поэтому вот в тот же день мы с моими друзьями, там, волонтерами донецкими доехали до ближайшей аптеки, где можно было что-то найти, купили все сразу по этому списку, привезли этим бабушкам. И так решаются все проблемы с лекарствами. Например, вот в том же Луганском детском доме есть девочка, серьезно, 15-летняя девочка, инвалид детства, у нее очень серьезная форма астмы. Вот сейчас она спокойно себя чувствует, потому что благодаря волонтерам из Украины у нее появился запас необходимых ингаляторов. А что касается онкологических больных, как осуществляется уход за ними, или туберкулезных диспансеров, и тех больных, которые требуют очень тщательного стационарного лечения, как с ними обстоят дела? В Донецке и в Луганске кому надо ставить памятник, я думаю, он будет поставлен, это врачам и коммунальщикам, да, потому что и те, и другие работают. Бесплатно иногда? Ну, полгода они работали бесплатно. Сейчас они тоже пытаются делать все возможное для того, чтобы как-то облегчить участь тяжело больных, или сейчас вот, к сожалению, все большему количеству раненых людей, которые поступают к ним в больницы. Откуда больницы берут медикаменты? Это тоже волонтеры? Продолжение помощи. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Оторвался звонок, попробуйте еще раз. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос, госпожа правозащитница, вы, наверное, защищаете, наверное, тех, у кого есть права, да, кто ими обладает. Вот у меня тогда три вопроса по поводу вашего посещения ДНР, ЛНР. Значит, вот очень часто радиоболтком давал интервью Антона Герасченко. Вы знаете, кто это такой? Нет. Это советник министра внутренних дел Лавакова, а сейчас депутат Верховной Рады. И ни разу во время своих комментаторов он не говорил, но не признавался в том, что, значит, случайно, я не говорю, что это были осознанные, значит, попадания в мирных жителей, приведшие к их массовой гибели. Там были и дети, и женщины, и спирики и так далее. Вот вы могли бы путем, я не знаю, вы имеете какую-то информацию по этому поводу, подтвердить вот сейчас на радиоболтком, что в самом деле, да, эти жертвы были, и это не только, значит, фотороссказни российских журналистов. Это первый вопрос. Второй. Вот вы, когда посещали районы боевых действий, вам не показалось вообще странного отношения к Киеву? Во всяком случае, у нас, среди очень большого количества, например, моих знакомых, даже родственников, которые там живут, например, в районе Горловки, ощущение такое, что Киев не борется за людей, которые там живут, ну, хотя бы идеологическое какое-то воздействие на них оказывает, а борется просто за территории, которые хочет отвоевать. Это второй вопрос. И третий вопрос. Вы, выступая перед депутатами Европарламента, не обратили внимания или хотя бы пытались донести до них до того, хотя тот факт, что массовые средства западной информации, в том числе, я не знаю, как в Финляндии, но, во всяком случае, ведущие информационные средства, газеты, журналы, телепрограммы, Германии, Франции достаточно необъективно, специально необъективно отражают ситуацию в районе боевых действий. Спасибо. Спасибо. Давайте начнем с... Я так понимаю, что наш радиослушатель хочет получить от вас подтверждение или, наоборот, опровержение информации о том, что снаряды, которые были выпущены украинской стороной, попадали, в том числе, и в мирных жителей. Что можете сказать по этому поводу? В этом нет сомнений, да, только согласно официальным данным Организации Объединенных Наций, количество мирных жертв среди мирного населения сейчас составляет почти 5 тысяч человек. Да, но когда речь заходит о том, кто стрелял, обычно стороны показывают друг на друга пальцем. Можно ли, не знаю, находясь на месте после того, как это произошло, определить, откуда были выпущены и кто стрелял? Да, конечно, можно, да, если есть желание эффективно расследовать каждый факт обстрела. Вы расследовали эти факты? Я не занималась этим конкретно сейчас, да, но так как я общалась, в том числе, к сожалению, с ранеными детьми и подростками, да, то я могу сказать о том, что, например, 18-летний мальчик Александр Керч, только что закончивший школу и сейчас заживо гниющий в больнице города Донецка, не являвшийся никаким комбатантом, а просто спасавший свою семью во время обстрела Донецка, он уверен, что стреляли в него с украинской стороны. А сейчас ему грозит ампутация ноги, а его отец уже потерял ногу, и это мирное население Донецка. Возможно доказать, что в них стреляли именно, стреляла украинская страна? Вы знаете, когда вы находитесь непосредственно в Донецке, и когда вы слышите звуки обстрела, то мирное население Донецка уже, к сожалению, научилась распознавать направление полета. То есть знают, откуда бьют. И учитывая дислокацию, собственно, и тех, и других, можно сделать вывод о том, кто стрелял. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, вот сейчас, опять-таки, об этом очень тяжело говорить, и все-таки я должна об этом сказать. Вот когда я была в Донецке и в Луганске, сейчас и в сентябре-октябре, вот почувствовала разницу в отношениях. То есть сейчас люди и там, в обоих регионах, а я говорю только о тех, кто не участвует в конфликте как таковом. То есть это мирное население? Это мирное население, да, это люди в больницах, это люди, это добровольцы, которые доставляют гуманитарную помощь там бабушкам, дедушкам. Это те самые бабушки, дедушки. Вот. Я так, я у некоторых из них спрашивала, ну вот вы сможете, вот, ну, простите, потому что они мне сами начинали говорить, ну как же так, ну мы же украинцы, ну вот же у нас наши эти паспорта, ну мы же всегда жили, вот мы же любили и любим Украину, да, но единственное, что мы хотели, вот они все говорили о том, что, ну мы хотели там ставить памятники тем, кому мы хотим ставить памятники и сохранить русский язык. Все. И, говорит, почему они в нас стреляют? Я говорю, ну вот вы можете это простить? Вы сможете, ну как-то вот перейти через это? Они говорят нет. Каждая жертва, она усугубляет разрыв. При этом я не видела в этих людях, ну знаете, это тоже, ну это позитивный момент. Несмотря на то, что они говорят о том, что им тяжело будет простить эти жертвы, да, они, в них не было патологической ненависти ко всему, что связано с Украиной. Этого нет. Я была поражена, когда я приехала в поселок Краснодон. Есть город Краснодон, есть поселок Краснодон Луганской области, там тоже была школа-интернат. И я случайно попала в музей этой школы-интерната. И в библиотеку. 80% книг на украинском языке, в программа, школьная программа, в этой школе-интернате, в том числе с украинским языком, таблички учителей на украинском языке. А музей, который расположен и создан благодаря учителям и учащимся этой школы, он был просто поражен. Потому что все эти вышиванки, все эти крынки украинские, все это там было. То есть то, что я видела на Андреевском спуске, где как на Арбате продается все направо и налево, в поселке Краснодон сохранялось все украинское. Потому что это тоже часть их культуры. И Тарас Григорьевич Шевченко там тоже был, так же, как и в Донецке. Понимание местных жителей все-таки в жертвах. Кто виноват? Киев, местные олигархи с определенными фамилиями, определенные, не знаю, командиры или кто? Ну, вы говорите, им сложно будет простить. А кому в таком случае надо прощать? Они говорят о Киеве. В первую очередь они говорят о Киеве. Затем говорят они об олигархах. И надо сказать здесь, ну вот несмотря на всю разницу в отношении к тому же Ренату Ахметову, да, все-таки Донбасс сейчас ему благодарен за то, что он кормит достаточно серьезный процент населения Донецка. То есть сейчас? Сейчас Донецк, Макеевка. А что значит кормит? Это зарплата, это гуманитарная помощь? Нет, нет, это гуманитарная помощь, причем достаточно, это серьезная гуманитарная помощь, это помощь раненым, это помощь с лекарствами. Да, и это факт. Тот же Александр Ефремов, олигарх примерно такого же уровня, но из Луганска, он ничего не делает для Луганска, в отличие от Рената Ахметова. То есть Ахметов оказался, если так высокопарно выражаться, большим патриотом Донбасса? Или это какая-то хитрая игра для того, чтобы сохранить свой бизнес? Вот какого у вас ощущения? Вы знаете, если это хитрая игра, то она стоит достаточно дорого, потому что последний конвой Рената Ахметова, это было 8 многотонных фур с едой и лекарствами. Если это хитрый ход, то это достаточно бьет ему по карману. Но дело в том, что вот один из тех моих собеседников в Донецке, причем он сам родом с Волынии, но прожил всю жизнь в Донецке и продолжает жить в Донецке. Вот он сказал очень простую вещь, что эта война все равно никогда не будет приемлема для людей, для дончан, потому что она сучья. Когда я спросила, что он понимает под словом «сучья война», он говорит, ну это же война олигархов, они просто сейчас делят или ведут передел собственности, который как бы у них есть. И он там привел несколько примеров о том, что вот какие-то шахты обстреливаются, какие-то не обстреливаются. Что в частности, например, сказал, что очень сильно пострадавший краеведческий музей Донецка, в котором я была в прошлый раз, он практически разрушен. И люди там предпринимают неимоверные усилия, чтобы сохранить там выжившие экспонаты. Я никак не могла понять, какую военную цель мог представлять краеведческий музей Донецка, находившийся в центре города, рядом с которым явно не было никаких позиций силополчения. Но оказывается, как мне объяснили, неподалеку от краеведческого музея расположен один из особняков Рината Ахметова. И вот как бы точечное попадание... Нет-нет, это точечное попадание в краеведческий музей в непосредственной близости от особняка Рината Ахметова, в который ничего не попало, вот это как бы была мера убеждения на что-то. Ну что ж, на этом мы вынуждены сегодня закончить наш интересный разговор. Оксана Челышева была гостем программы «Вопрос с пристрастием». Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Эфир провели Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Помогал нас звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.